СМЕДИУС ЛУБИВАКУС Ядры! У нас в школе рельсы Они что, решили из школы метро сделать? Да какое метро? Не несите чепухи, Вальдомар Юрьевич! А что тогда? Не знаю Седьмой Б! Может это в ваших рук дело? Привет! Меня зовут Кира и я из команды Крутых Детов Кулкидс это первый художественный ютуб сериал, где сценарий пишут наши зрители и подписчики Пишите свои истории в комментах, как реальные, так и выдуманные Автор идей для этой серии наш подписчик Фантрейн Ставьте лайк, подпишитесь на канал и увидимся в будущем! Сейчас вот вернутся мои помощники-аниматроники и принесут мне зубки Ёшки-матрёшки, это что, я что ли? Да ты, только механическая Короче, босс, молочных зубов мы не достали Их ни у кого нет, кроме одного молочного зуба у шестой Сиреноголовый, слушай, а мы не можем вызвать чёрного сиреноголового так же, как и вызвали тебя? Не рекомендую, если мы с ним окажемся на дистанции 100 метров, будет огромный взрыв, как тысяча ядерных взрывов А, ну понятно, тогда нам придётся перемещаться к ним Нам надо придумать, как сделать так, чтобы здесь появились все крутые детки из 7-го Б А нам нужно думать, как выпутаться и сбежать отсюда! Полностью согласна Ого, смотрите, добыча сама ко мне в рот лезет Ребята, мы здесь! Мы вообще-то тоже так можем Вам капец, 7-й Б Нет, это тебе капец! Нас больше, так что это вам капец Кстати, а нам хватит магии, чтобы со всеми расправиться? Я, если честно, хз Зашибись! Они нас пришли спасать с минимальным запасом магии Ну, тогда чёрный сиреноголовый прав, нам точно капец Мы пришли, чтобы спасти Виолетту Борисовну и Лину А я тебя такая не устраиваю Тьфу, жестянка! Уйди с глаз моих долой! Не хочу на тебя смотреть! Даже! Мы же так хорошо провели время в классе! Я предлагаю вам обмен! Я верну вам Лину, но заберу шестую! Потому что у неё единственная остация молочных зубов! Он хочет из меня и зуба шестой сварить зелье, чтобы стать неуязвимым! Не знаю, правда, что он с ним собирается сделать? Намазать его куда или выпить? Никогда не слышал о таком зеле! А я же мастер зелья варений! Мастер она! Ага, 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 ага! Да, я должен быть уверен, что когда я буду жрать всех детей, всех кошек, собак и хомячков, со мной никто не сможет справиться! В меня будут стрелять и самого разнообразного оружия, а мне будет хоть бахны! Понимаете, уважаемый чёрный сиреноголовый, это, конечно, всё хорошо, но есть один маленький нюансик! Шестую, её молочный зуб вы точно не получите! Это ещё почему? Дело в том, что шестая сегодня в школу не пришла! Так что обломайся! Не будет у тебя никакого зелья! Понял? Да вы офигели! Вы припёрлись сюда без шестой? Аниматроники, а вы куда смотрели? Ну, нам вообще-то никогда было всё произошло так быстро! Да, вы вызвали нас сюда, и мы не успели выяснить, где шестая! Кстати, а где шестая? Почему она сегодня в школу не пришла? Она мне смс-ку прислала, что сегодня в школу не придёт, потому что у неё есть температура! Это вопиющееся негодяйство! У меня что, не будет защитного зелья? А вдруг в меня начнут стрелять, когда я буду жрать детей, собак, кошек и хомячков? Меня поражает страсть этого чудовища к пожиранию хомячков! Мне кажется, это ненормально! Так, дети, если ему нужно защитное зелье, чтобы намазать на свою вонючую кожу, значит он уязвим! Точно! Значит, нужно найти у него слабое место! Ну, как Ахиллесова пята! Чего? Что такое Ахиллесова пята? Ахиллесова пята – это послегомеровский миф, который повествует о том, что мать Ахилла захотела сделать тело своего сына неуязвимым! Но, окуная младенца в воду, мать держала его за пятку! Это осталось его единственным уязвимым местом! Аааа, вон оно что! Ммм, так, какое у него слабое место! Давайте думать! Прошло 15 минут! Прошло 40 минут Слушайте, а чего мы стоим и ждем? Давайте же на них уже нападем! Вообще, хотелось бы уже какой-то определенности седьмой Б! Да, вы можете быстрее соображать! Знаешь, как тяжело учителю, когда вот ему достается класс, вот таких тупиц! Сочувствую вам, Виолетта Борисовна! Прошло три часа, как же вы задолбали так долго думать! Ребята, я придумала! И что ты придумала? Есть один способ узнать уязвимое место черного сиреноголового! И какое же? Спросить у наших подписчиков! Точно! Они же никогда не ошибались! Ребята, как вы думаете, какое может быть слабое место у сиреноголового? Пишите ваши версии в комментариях! У вас есть 10 секунд! О, смотрите, тут пишут про его сирены на башке! Точно! Как мы и сами не надумались! Мне почему-то в голову лезли одни неприличные мысли! Спасибо вам, ребята, что помогли! Итак, сирена! Только вот какая? Правая или левая? Боже! Это надолго! Да вы уж там определитесь поскорее! Мне не терпится начать с вами битву! Да подожди ты, сиреноголовый! Дай мне минутку! А если это правая сирена, то это с какой стороны смотреть? С его или с нашей? Но там еще надо понять, куда именно в сирену надо попасть! Она же большая! Да какая разница, какая сирена! Давайте пообеим фигачи! Направляем заклинание прямо ему в голову! Так, стоп! А какое заклинание? Сирены уничтожатус? Смертиус! Убивакус! Да вы можете быстрее или нет? Да у нас уже руки затекли! Невозможно уже! Смертиус! Убивакус! Ядры! Ядры! Ну, наконец-то! Мы думали, мы будем там вечно сидеть! Мы очень рады вас видеть! Так, седьмой Б, мы слишком много пропустили по учебе! Нам нужно срочно все наверстать! В облах в своем репертуаре! Виолетта Борисовна, нам с вами! Тоже многое надо наверстать! В общем, так! Быстро телепортируемся в класс! Нам нужно многое обсудить! Это что еще такое? Это же как долго нас не было, что тут рельсы проложить успели! Да мы в шоке, честно говоря! Когда мы перемещались к вам, этого тут не было! А может это прикол какой-то? Типа мы теперь между кабинетами будем на паровозике кататься? Да нет, вряд ли! Что-то странно все это! Конечно, странно! У нас в школе рельсы! Они что, решили из школы метро сделать? Да какое метро? Не несите чепухи, Вальдомар Юрьевич! А что тогда? Не знаю! Седьмой Б! Может это в ваших рук дело? О нет, это поезд-пожиратель! Ну, все! Теперь нам точно капец! А-а-а-а-а!